Сибирякам приготовиться. У российских пропагандистов, в частности у Симоньян, настолько чешутся руки, дабы применить таки ядерку, что они уже готовы применить ее над Сибирью. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле, ничего такого страшного, ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии, этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Нет, но это уже какой-то next level ядерного шантажа. Значит, слушайте, украинцы, если вы продолжите сопротивляться, Сибири не поздоровится. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка, или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Лица зетников-сибиряков представили? Нет, я серьезно, лицо среднестатистического зрителя Соловьева и Симоньян откуда-нибудь из Красноярска, которые вот уже на протяжении более чем полутора лет подпевают ядерным угрозам пропагандистов. И тут такое. А вот, кстати, и ответ. Я бы хотела обратиться сегодня к главному редактору телевизионной сети, функционирующей в том числе за счет бюджетных средств Russia Today Маргарите Симоньян. Маргарита, Ваше высказывание о том, что ради того, чтобы ваши дети не конфиксовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. Вы знаете, украинцев, да и, пожалуй, уже и весь мир трудно удивить страшилками кремлевских пропагандистов. Ну, Марго, нельзя же так со своим промытым электоратом. Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня и на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Симипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую в тех вопросах, в которых, как вы сами говорите, вы баба дура и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве.